Люди, которые нас окружают, все наши, все люди мои, это мои ресурсы. Каждый человек, с которым я резонирую, общаюсь или находится в поле моего зрения, он по-любому может мне дать то, что мне нужно. Людей, которых в вашем поле нет, им нечего дать. Ни вы им ничего не можете дать, ни они вам. А тот человек, который в вашем поле находится, общаетесь вы с ним или нет, но если он находится на расстоянии вытянутой руки, вы можете с ним пообщаться, у него есть для вас что-то, и вы ему тоже можете что-то дать. Все люди, это ресурсы, взаимодействуйте с людьми. Я очень долго искала, кто мне поможет по сайту, кое-что мне нужно. Постоянно какие-то несостыковки у меня с дизайнерами, с верстальщиками, с программистами. И я общалась с тремя людьми, очень тесно, близко, ежедневно, на канале рефлексии мы общаемся. И я узнала, что они, оказывается, могут дать мне то, что я хочу. Программисты, верстальщики и дизайнеры возле меня были, я даже не знала, и никто мне не говорил об этом, что они умеют сайты делать, рисовать, программировать, верстать. Я была в шоке от того, что люди рядом, которые находятся, ну я же не спрашивала, я не знала, что все эти люди вокруг меня, они все могут мне дать то, что я давно ищу, а я где-то там ищу, объявления даю, копаюсь на сайте Варкзил, еще где-то помощникам даю постоянно задания, найти мне специалистов разных, а эти все специалисты под моим боком. Причем я с этими специалистами со всеми дружу, они все рядом. И если вы будете интересоваться людьми, которые рядом с вами находятся, узнавать вообще, что они умеют, что они знают, по-любому вы будете полезны друг к дружке. Ваши услуги не востребованы. Почему? Потому что вы не заявляете о себе, не говорите о себе. Вот даже вот сегодня пост был такой, что, ребят, поделитесь, напишите, что вы умеете. И я поняла, что никто не может себя отрекламировать, никто не может рассказать, чем он занимается. Не, ну вы там ко мне заходите, удивитесь, и все. Я раз вопрос написала, говорю, а чем удивлять-то будете? Не все люди такие вот свободные, у которых куча времени, и они там тысячу аккаунтов будут рассматривать. Вы вот здесь и сейчас напишите, чем вы занимаетесь. Не, ну вы там зайдите ко мне, посмотрите. Да никто не будет заходить и смотреть, но нет времени. Вы можете взять и написать? И пока я там одной девушке, ой, там тысячу вопросов не задала, чтобы она нормально написала о себе, народ заинтересовался. Только после того, как я клещами вытянула с нее, чем она занимается. Народ заинтересовался и пошел к ней подписываться. И довольно-таки приличное количество людей, потому что она очень интересной темой занимается. Вторая, третья, четвертая. И все вот так вот о себе пишут, что не, ну вы там зайдите, я вот, ну как бы так скромненько умею, вот, ну вот, неинтересно говоря об этом. Ну я вот скромненько так о себе скажу. Вот эта ваша скромность никому не нужна, потому что, если вы не заинтересуете и не расскажете о себе, то, ну как вы вообще на себя обратите внимание? Нужно о себе заявлять, нужно всегда говорить о себе, что вы можете дать людям. Это не должно быть стыдно. Всем стыдно говорить о себе. Ну реально стыдно о себе говорить, признаваться, вот я вот это умею, я это умею. Да вы людям услугу оказываете, когда говорите о себе. Вот если в моем окружении люди не стыдились бы говорить, что они умеют, я бы уже их всех там задействовала, потому что я все время ищу, мне кого-то не хватает. Эти люди у меня под боком, а я даже не в курсе. Все молчат, как рыбы. Они думают, что я, что я их сама найду, что их люди сами найдут. Первое, учитесь, рассказывайте о себе. Если вы хотите какого-то успеха в жизни, хотите продавать, хотите иметь какие-то деньги, у вас очень много интересных вещей, которые вы делаете. Кто-то рисует, кто-то там интерьеры делает, кто-то психолог, кто-то может помочь этим. Ну а вас же не знают. Как вы можете с миром поделиться? Скажите, пожалуйста, вот как? Как я могу поделиться с миром? Когда я сижу в углу и молчу, выходите в эфир и рассказывайте, что я вот это умею, вот это умею, вот это умею. Пишите об этом посты. Ничего зазорного нет о том, что вы о себе рассказываете. Почему? Потому что людям, наоборот, это нужно. Я по себе сужу, потому что мне всегда кто-то нужен, а я не могу найти, вы все спрятались. Постоянно нужны какие-то специалисты, или не специалисты, даже просто люди, с которыми можно либо порадоваться, либо погрустить. Не важно, каждый человек будет полезен, каждый. Просто так мы не резонируем ни с кем. Если вы видите в своем поле какого-то человека, любого, даже бомжа мимо проходящего, который вдруг остановился и вам что-то говорит, он тоже для чего-то вам нужен. Каждый человек резонирует не просто так. Поэтому вам обязательно нужно делиться. Если вы не расскажете, а вас никто не узнает, и вы никому помочь тогда не сможете. Ну и плюс ни себе, ни людям, как говорится. Так, давайте вопросы. Я пытаюсь вас тут на все. Теслу скинула? Нет, Теслу я не скинула. Я, наоборот, набрала 11 акций по 615. Да, по 615. Жду пока, она хотя бы будет 30, потом скинула. Это был вопрос. Так. А что, ни одного вопроса за все это время нет? Так, ну давайте что-нибудь посерьезней. Надо эфирчики позаписывать, а то я сейчас уеду тусить на весь январь, и на ютюбе смотреть нечего будет. У нас сейчас 620. О, да, классно. Пускай растет на 660. Может, 50 скинула. Потом опять подберу снизу. Так. Да, да, привет. Как определить, чем заниматься? А вы пока не попробуете, не узнаете. Вся суть в жизни не конкретно чем-то заниматься, а вся суть пробовать и наслаждаться самим процессом, пока вы пробуете. Потому что мы такие существа, мы не можем одним и тем же заниматься. Вы не можете есть всю жизнь одну клубнику, которая вам больше всех ягод нравится. Потому что после второго ведра вас будут тошнить, и вы потом 10 лет на нее смотреть не сможете. Мы можем только чередовать все. Поэтому пока вы не начнете пробовать все, по чуть-чуть, вы себя так не найдете. А найдете вы себя именно в процессе нахождения. То есть вот именно сам процесс постоянно пробовать. Сегодня мне захотелось шить, я шью. Завтра мне захотелось рисовать, я рисую. Если вы сейчас вопрос имели в виду, где деньги зарабатывать, это другой вопрос. То есть чем заниматься и деньги, они не связаны никак. Заниматься вы должны тем, что постоянно пробовать новое, идти в новое. Это есть жизнь, постоянно череда новых событий. А если вы про деньги спрашиваете, тогда деньги это просто реальная, материальная форма ваших перемен. Опять же, идти в новые события будут деньги. Ты нейрографику еще делаешь? Раз в месяц, наверное. Ну просто чисто для прикола порисовать. Ой, как я блестюю, я только сейчас заметила. Ничего себе. Круче мои черные кофточки. Куда уезжаешь? Хороший вопрос. Я на бале сейчас собралась. Чувство вины за гнев. Это нормально? Да, это нормально, конечно же. Вот. Для среднестатистического человека. Ничего нет нормального и ненормального. Просто учитесь на своих опытах. Понятно, за что вы испытываете гнев. Человек, который с вами резонировал, вы на него этот гнев вылили, он пришел за этим гневом для того, чтобы что-то осознать. Не просто так вы на него кричали. Вот. Ну не просто так. Предназначение связано с деньгами. Да никак. Вообще, почему вы всю свою жизнь мерите деньгами? Деньги – это побочный эффект вашей радости, перемен, счастья, кайфа. Вот как вы живете, вот если вы кайфуете, если ваше состояние изобильно, комфортно вам, просто не почему без всяких атрибутов вам просто комфортно. Жизнь будет вам отражать этот комфорт. Вы будете находиться в комфорте с какими-то благами. Но когда вот это внутреннее состояние ваше будет? И это внутреннее состояние не нужно завязывать на внешних атрибутах. Оно должно быть комфортно у вас, даже просто на необитаемом острове, где нету ничего. И вам все равно должно быть комфортно. Когда твой день рождения? 12 января 83-го. Опять хотите что-то посчитать? Давайте. Я люблю. Что такое предназначение? Хороший вопрос. Очень много постов на эту тему. Есть даже целый эфир. Предназначение быть. Все. Быть тем уникальным пазлом в большой картине мира. Не пытаться стать каким-то другим пазлом, чтобы не нарушать эту гармонию. Быть собой. Вот вам нужно учиться быть собой. Быть тем уникальным пазлом, не похожим ни на кого. Быть настоящим. Не переделывать себя. Не делать себя кем-то. Вот это ваше предназначение. Но чтобы до этого дойти, нужно, не знаю, сколько. Перерыв в голове шаблонов. Так. Сегодня весь день ударяюсь об предметы дома. Моя любимая тема. Одинаковые раны на пальцах рук и ног. Странно, что это может быть. Ну вот я, когда спотыкаюсь, ударяюсь, это я возвращаю себя в здесь, сейчас. Потому что если мы куда-то мыслями уходим, не живем вот этот миг, не испытываем вот это счастье здесь, сейчас, все части не испытываем, не радуемся, наши мысли сливают нашу энергию. Ну как сливают это нашу энергию? Тормозят нас. В будущем, когда мы в прошлом самокомпанием занимаемся, тогда наше тело и наши обстоятельства возвращают нас. Я, например, сдала себе установку своему телу возвращать себя здесь, сейчас, если я куда-то опять убегаю. Все. Тогда я ударяюсь, особенно ногами, руками. Ну, я так себя останавливаю. Так. Пытаюсь переопределить старые шаблоны, но вчера у меня драйв и уверенность, а сегодня спад и сомнения. Качели. Ну, наш пульс тоже вот такой вот. Качели. Мы не можем находиться в одном состоянии покойном. Это нормально. Когда вы залезете на вершину, допустим, вам всегда захочется спуститься, вы не можете там находиться, вам скучно будет, вам нужны эти перемены. Как можно исцелить печень? Печень — это подавленный гнев, да, мы не разрешаем себе быть теми, кем мы хотим. В ней скапливается много злости, обиды, прочего негатива. Какими вопросами помочь себе? Ну, выписать, наверное, все обиды на людей, простить их и себя, прежде всего. Простить. Потому что злость, она из-за того, что мы не оправдываем свои ожидания, из-за того, что у нас вообще есть эти ожидания. А ожидания, потому что мы хотим навешать долг на кого-то, что он должен именно вот так поступить, как я хочу. Из-за того, что мы эгоисты, нам нужно, чтобы все жили так, как нам надо, чтобы нам было удобно, чтобы они делали так, как мы хотим. То есть, если человек поступает не так, как мы хотим, всё, мы на него обижаемся. Но, а почему он должен поступать так, как вы хотите? Он не должен вам ничего, и вы ему ничего не должны. здесь надо выписать, где вы на людей навешали ожидания, где вы на них навешали чувства долга, где вы от них хотите, чтобы они не жили своей жизнью по своим желаниям, а чтобы они жили, как марионетки, а вы там за ниточки дёргали. Вот признайте себе в этом, что вы хотите всё контролировать и управлять этим. Вот это ваша печень. Выписывайте. Так, всегда здоровая, тут не могу от ковида избавиться больше месяца. Но вот ковид, мне вот это слово ни о чём не говорит. Вы там симптомы говорите, нос заложен там, я не чувствую ничего, там у меня нет запахов, нет вкуса. Вот, когда я не чувствую ничего, я просто хочу абстрагироваться, отключить себя от внешних обстоятельств и не видеть, что мне сигналит тело, и не видеть, что мне сигналит мир, куда я иду не так. Куда я иду не туда. И не так, и не туда. То есть получается, что здесь нужно признаться, что вы не хотите ничего решать, вы не хотите видеть, что вы как творец это всё создаёте, вы не хотите видеть причинно-следственную связь, то есть вам нужно осознать это. Плюс, ну какие ещё у вас там симптомы, я не знаю, горло, нос, так. Признаться, что я слабая. Кстати, признайтесь, вся сила, вся сила слабости, сильному человеку не нужно прикладывать силу. и самые сильные мужчины, те, которые могут признаться в слабости, ну и женщины. Вот я не могу признаться, что я слабая. Мне это очень сложно, я бью себя по голове постоянно, вот, и вижу эту слабость вовне, которая мне всё время сигналит. Не надо признаться, что мне надо любить себя любой. И вчера такой инсайт был, думаю, ну чё мне все люди сигналят, муж мне сигналит, весь мир мне сигналит, почему я с мужем расстаюсь, почему там всё не так. Короче, я офигела от того, что я всегда хочу быть классной, крутой, всё знать, всё уметь. И только тогда я могу позволить себе жить, себе ощущать, что я ценная. Каждый раз я прихожу к тому, что я себя не ценю вообще. Я не ценю себя слабой. Мне надо быть сильной, прям вообще всех порвать. Я вчера просто офигела, когда анализировала всё это дело. Разбери, пожалуйста, дуальность, сила, слабость. Ещё не успела вопрос прочитать, я уже разобрала. Сила в слабости. А те, кто прикладывают силу, то есть сильный, он слабый. Те, кто прикладывают силу, он слабый. То есть он дополнительные атрибуты использует. Сильному не нужно прикладывать силу. Наверное, новички в шоке. Я просто сейчас шаблона трансформирую. Находя целое между крайностями. Находя единое целое. если новички, кто здесь, просто в трёх секундах тут расскажу. Вот, например, в нашем мире каждое чувство, оно имеет, ну, чувство, неважно, слово, какая-то эмоция, либо убеждённость, шаблон наш, программа, крайность, можно разными словами говорить, имеет две стороны медали. Мы всё разделили на плохое, на хорошее. Одно целое разделили, придали какую-то оценку, что с одной стороны это плохо, с другой хорошо. И мы всё делим на две крайности. противоположные, там, чисто грязный, смелый, трус, что там, плохой, хороший, бедный, богатый, большой, маленький. Мы всё разделили. Но все противоположности, либо много противоположностей, это грани одного алмаза, либо две грани, если две крайности, одной медали, то есть у медали две крайности, как вот у этой тоже штуки. И если мы отрицаем какую-то одну часть, то мы не получаем и второй части. То есть если мы хотим чувствовать свою силу, при этом отрицаем слабость, то мы ничего не почувствуем, мы не можем свою силу найти, никогда её не найдём, пока мы не примем вторую часть одного целого, то есть слабость. Пока мы хотим видеть в себе умность какую-то, пока мы в себе тупость не примем, то есть вторую часть противоположную. Мы не можем вот это целое найти в себе. Мы всё поделили, и поэтому каждый раз в этой борьбе с одним боремся, а оно нам в мире постоянно пытается показать, что, обрати внимание, это в тебе есть, мир как зеркало нам это показывает всё время. То есть если вы считаете себя умным, то вокруг будут все тупые. Если вы хотите показаться интеллигентным, то постоянно вам будут попадаться какие-то люди неинтеллигентные. Если вы хотите, если вы аккуратный такой и весь гипертрофированный относитесь ко всему, что всё должно быть идеально, то вокруг весь мир будет неидеальным. Он будет вам показывать то, что вторую сторону тоже надо увидеть, потому что весь мир продолжение вас. И вы всегда будете себе провоцировать ситуации, привлекать людей в свою жизнь, чтобы увидеть свою вторую сторону, которую отрицаете. И вот для этого тут меня просили разобрать, что такое дуальная сила, сила, слабость. Как я долго, блин, в такие диабрии ушла. Ой. Наши шаблоны, которые у нас в голове, наши программы, наши убеждения, они формируют нашу реальность. То есть мы можем управлять нашей реальностью и полностью подстраивать картинки мира, ситуации, людей, всё, что мы хотим, под нас. Подстраивать можем, но если мы будем знать, как управлять своим сознанием. Потому что проекция внешнего мира — это наше сознание. в нашем сознании очень много программ, шаблонов, крайностей, и они нам не дают видеть мир шире, видеть все наши желания, не дают нам расширяться, не дают нам творить, тормозят нас. То есть все крайности, в которые мы впадаем, они нас тормозят. Крайности — это край. тормозят. Мы по жизни не тормозим. Мы хотим какого-то желания, не можем его достичь, потому что мы себя останавливаем перед этим желанием. Останавливают его шаблоны, убеждения наши. Допустим, я хочу машину, но я знаю, что это невозможно, шаблон мышления — невозможно. Надо схлопнуть две крайности, возможно и невозможно, что это одно и то же, чтобы убрать эти крайности, и тогда мы не будем себя тормозить этим шаблоном. Если мы ещё хотим машину, а думаем, что у нас на это нет денег, это тоже убеждённость. Есть деньги — нет денег, есть — нет. Эту крайность надо тоже трансформировать, что понятие такого есть и нет — это одно и то же. И тогда наш мозг не будет тормозить в этом шаблоне. То есть мы будем двигаться быстрее к этому желанию, не спотыкаться на нём, либо сразу осуществим желание в зависимости, сколько у нас шаблонов тормозят. То есть мы не можем получить желаемое из-за какого-то шаблона. И это не один шаблон, скорее всего, в голове, а десятки. Вот, например, я сейчас торгую на бирже. Мне ничего не помешало сделать миллион рублей за два месяца с двух миллионов. То есть там 30 с чем-то процентов я сделала 30-40 процентов. Но сейчас у меня упало, потому что у меня есть шаблон на этот счёт. Села и давай разбирать. Так, что мне мешает вот сейчас сделать 30 процентов плюса? Вот что мешает? Я не знаю, я не знаю, как торговать на бирже. Это вот первое, что мне выпало. Ага, я не знаю. Шаблон знаю, не знаю. Знаю это не знаю, а не знаю это знаю. Я трансформировала этот шаблон в целое, поняла, что я знаю, что я ничего не знаю и это круто. У меня есть выборы и это движение моё, когда я ничего не знаю. Так это круто знать, что я ничего не знаю, а не наоборот. Потом я трансформировала шаблон, что для этого нужно много учиться. То есть учиться, не учиться. Тоже две крайности, два шаблона трансформировала единое целое. Потом я разбирала шаблон, что мне мешает деньги заработать. Быстро. Не понимаю вообще, что там делать, как торговать, что покупать, какие акции, куда вкладывать. Ну, блин, вообще там, что, какие кнопки нажимать, что мне мешает. Я, слушайте, уже не помню, что я трансформировала. Уже у меня с головы стерлось. Потом программу времени я трансформировала, что для этого нужно долгое время. То есть купила акцию, надо ждать, пока она отрастет, она там еще 10 раз упадет, потом опять отрастет. То есть это время нужно, трансформировала программу. Время нет времени. То есть на самом деле времени нет. Мы им тоже можем управлять. Та-ра-та-та, тра-та-та. В общем, весь смысл осознать, что мешает осуществить наше желание. Мешают какие-то крайности, убеждения, что это нельзя, это не по правилам, это невозможно, так не бывает. И все вот в этом духе. То есть берете, выписываете, в список и собираете из этих крайностей противоположности целое путем рассуждения. Никаких правил, как рассуждать, нет. Никаких алгоритмов, как рассуждать, нет. Есть много способов у разных психологов, как их назвать, таких людей. Очень много есть способов, каждый у вас свой. вот. Но я так думаю, что рассуждать каждому человеку все равно придется по-своему. И у меня единственное есть в моем методе, как я рассуждаю, мелочь, но она очень важная. Когда мы рассуждаем, почему чистое может быть грязным, а грязное может быть чистым, либо почему теплый может быть горячим, а горячим может быть теплым, либо холодный может быть горячим, а горячим может быть холодным. Как это одновременно может быть? Чтобы это рассудить, просто накидывать какие-то ассоциации, рассуждая, мы будем опираться на старый опыт, на старые знания. Но так как мы живем, как запрограммированы в этих шаблонах, мы будем на старые знания опираться, на старые шаблоны и ни хрена нового не найдем, потому что в старом опыте этих знаний нет. их нужно родить в рассуждениях здесь сейчас заново ну то есть ну новую информацию получить а как мы и можем получить если мы будем при рассуждении опираться на старое я предлагаю вот такой вот крючочек придумать любую картинку любой образ какой хотите полной билиберды чтобы опираться на образ совершенно не связано с этим шаблоном и играть в ассоциации то есть метафорично придумать вот сейчас еще в моду вошли эти метафоричные карты вот я ими не пользуюсь но многие психологи пользуются очень удобно рассуждать получать ответы на вопросы опираясь не на старый опыт не на какие-то программы заложены то что вам так сказали у вас такое мнение хотя этого не ваше мнение вам его навязали какие-то правила вам навязали вообще кто-то вам что-то сказал вы такие поверили вот чтобы на это не опираться многие психологи ответы получают через эти карты просто придумываете картинку например летящая корова зеленого цвета в бейсболке тесла по розовому небу вот придумали вот такой образ смешной и начинаете рассуждать любой шаблон например чисто грязно и ассоциации что такого чистого в этой картине что такого грязного в этой картине сначала непонятно но когда вы берете ручку листочек и начинаете выписывать ассоциации опираясь на эту картинку рассматривать эту картинку потихоньку потихоньку из вас вытаскиваются какие-то слова и вы рассуждая рассуждая потихоньку начинаете понимать и потом спрашиваете себя основываясь на этой картинке почему чисто это грязный здесь даже логики нету поэтому очень сложно так рассказывать это надо на примере пробовать вот кто не пробовал что это дает когда вы рассудили шаблон мышления то есть взяли две крайности увидели в целом целая и вы перестаете видеть края перестаете видеть ограничения как и в жизни вас это не цепляет то есть вы хотите пойти и сесть на шпагат и не можете там как я там 20 лет пытаетесь качаться не получается у вас есть такой шаблон у меня не получится я пробовал тысячу раз это не не помогает некие растяжки на это нужно время найти на это нужно деньги надо хорошего специалиста вот это все убеждение это ваши шаблоны программы и эти программы как ни странно верите вы им или нет они в вашей голове есть и они творят вашу реальность даже если вы тысячу раз себе как аффирмации скажете я там богатая богатая богата от этого ничего не изменится деньги не прибавятся потому что у вас есть шаблон бедности и этот шаблон можно трансформировать только либо с психологом либо рассуждениями но это большая работа над собой короче не знаю кто понял ну новички имеют у старички то все уже в курсе так про что болезнь глаз ну все глаза по психосоматике это что-то вы не хотите видеть у вас перед носом есть какой-то сигнал перед носом перед носом из глаза хорошо сказал у вас перед носом есть какая-то ситуация какая-то проблема а вы не хотите ее рассматривать и вы такие мне мне пофиг вы ее игнорируете эту проблему не хотите ее видеть показывая всем что вам все равно на эту проблему вы закрываете на эту проблему глаза может так сказать плюс вы очень сильно хотите от этого избавиться при этом говоря что меня это не волнует и что-то взамен этого хотите то что вам не нужно вот сложите теперь пазлы в моем ответе что за ситуация с вами сейчас происходит вот и эта ситуация продолжается уже давно возможно с детства ну по воспоминаниям да хоть детства не было у нас это суждение о прошлом но неважно возможно с детства идет либо вспомните когда у вас начало падать зрение если в детстве то здесь осмотрите вот и какие там события были всю неделю болит челесно-лицевой сустав о чем это вы не хотите переживать эмоции вот прям злобу какую-то вы не хотите переживать раздражение какое-то жуткое вот вот прям какая-то ситуация сейчас вашей жизни вас вот так держит вот очень сильно вы не хотите пережить ее разрешите себе эмоции идите побейте грушу поиграйте в снежки побейте стекло не завозьмите посуду вам нужно выпустить вот вот эту ситуацию наружу а вы сжали челюсть и терпите вы скажите людям у которых вы терпите возможно какие-то люди вас ограничили то есть скажите все что вы думаете не стесняясь вот потому что челюсть вашим стиснута да и вы такие терпите а на вас ездят к вид насморк вот насморк это слезы опять же какая-то невысказанная боль обида обиду свою прорабатывать на кого-то если весь мир это иллюзия и все люди вокруг это проекция вашей клеток головного мозга просто ваши микки маусы наделенные теми чувствами которые вам нужно в себе увидеть познать то что вы не принимаете и хорошее плохое все это у вас есть вот на кого вы можете обижаться только на самого себя что вы не видите очевидных вещей то есть разрешите себе начать видеть в людях себя да у вас не будет этих обид так психосоматика это первая причина нет психосоматика это вообще наука о том как распознать сигналы тела которые нам говорят сигналы тела это вторичные вторичная вторичный признак то есть вы пошли куда-то не туда вы начали себя тормозить вас вас нет движения вы хотите какое-то желание исполнить но вы туда не идете вам страшно вы себя тормозить у вас есть убеждение что туда идти нельзя это плохо что подумают люди мне этого не надо якобы я все равно недостойно недостаточно умная красиво счастлива богата или недостаточно достойно в общем любви чтобы это получить и вы себя этими шаблонами ограничиваете и тормозите тогда как вторичный признак тело начинает вам сигналить где именно вы себя тормозите какие именно шаблоны каждый участок тела и вообще весь мир вам сигнали только об одном где вы себя тормозить от своих желаний и каких именно желаний и и чем тормозить какими шаблонами то есть это не первопричина психосоматика это просто сигнал и он приходит потом насколько связана аллергия дочери с моим состоянием напрямую потому что все болезни детей причина в родителях и в вашем мире никого нет ну то есть только проекция вас и получается если у нее аллергия аллергия на коже да на ногах болячки чешутся так складываем пазлы кожа это между внешним и внутренним правильно между внешним состоянием и внутренним ваше состояние внутреннее не соответствует внешнему вашему поведению то есть внешне вы одна а внутри у вас совершенно другое состояние то есть несостыковка поэтому тело сразу показывает нам любыми кожными заболеваниями вот когда уже начинается зуд и аллергия это когда вы уже не можете терпеть внутри это состояние когда у вас уже там все клокочет уже пытается вот вырваться наружу вы уже себя пытаетесь как-то раздражать но настолько в себе подавили вы начинаете это видеть в людях они в себе то что у вас это очень сильно подавлено так а если это ноги куда-то идти вперед в новые перемены ноги это вообще идти до это движение так и кровь еще даже здесь то складываем пазлики ваше состояние блин тут все банально все об одном вы боитесь пойти и сделать то что давно задумали и всем людям врете что вам это не надо то есть внешне улыбаетесь внутри прям бесит бесит настолько раздражает что аллергия у дочери а причем еще дочь не сын дочь это женская женская тема да связана с принятием и с желанием и плюс еще ребенок это интерес это новое это гибкость то есть ребенок постоянно учится значит вы не хотите идти в новые желания если это еще ребенок женского пола получается ноги идти куда желание какие в новые и внешне показываете то есть не показываете внешне что вы этого хотите никому не показывайте а вам нужно это показать люди это ресурсы люди все резонируют с вами только для того чтобы вам что-то дать а вы могли бы себя проявить для них покажите всем людям что вы хотите на самом деле что вы сейчас испытываете тогда аллергия пройдет вот буквально 7 сегодня вот после эфира возьмите и сделайте для себя невозможное возьмите и скажите ну подумайте сначала да что что и кому сказать что вы хотите то есть проявить себя настоящих проявите свои настоящие ответы и увидите как аллергия вот чудесным образом пройдет вот удивитесь я себя признаю слабым и беспомощным это нормально ну конечно это нормально только если вы это признаете что в этом самая большая ваша сила вот и плюс не надо отрицать в себе силу вот есть две крайности одни чувствуют себя такими сильными и поэтому слабость постоянно бьет их по башке весь мир начинает транслировать все вокруг слабые ему надо потом лететь всех спасать а другие наоборот чувствуют себя слабыми и беспомощными а все люди начинают их шпинять показывать свою силу то есть вот эти две крайности вам все равно надо осознать вы впадаете либо туда либо туда и обе крайности вас тормозят получается нужно найти целое найти силу слабости найти в себе огромную силу у творца сила в чем в наблюдении я не знаю как она получится я не знаю как она произойдет я творец мне вот интересно я не хочу делать никакой выбор мне интересно как в потоке этот выбор будет сам то есть мне не надо прикладывать в потоке жизни чтобы мои желания исполнились какую-то силу и что-то делать специально потому что если я что-то буду делать специально я уже ограничиваю мое желание потому что каким вариантом она может исполниться я не знаю но как только я начну придумывать эти варианты я просто ограничу варианты самые быстрые самые легкие самые ресурсные и буду фокусом внимания наблюдать только тот вариант который для меня ну там самый трудоемкий будет поэтому не надо вообще париться ни о чем возьмите попробуйте там недельку прожить вот в состоянии когда это последняя неделя вашей жизни в состоянии когда вот в данный момент у меня есть все что мне нужно в состоянии когда вам не нужно думать что будет через неделю и завтра а завтрашнем не беспокоиться просто попробуйте и вы офигеете как половину ваших проблем решаться позвонят друзья скажу так я тебе там долг должен был отдать один вот тебе денег ой а я тебе машину дарила я тебе там то я себе все ваши желания начнут исполняться как только вы от них отстанете вы просто не пробовали и у вас есть такое убеждение чтобы исполнить желание нужно что-то делать чтобы исполнить название мне нужны деньги чтобы были деньги мне нужно работать это шаблоны эти шаблоны вас тормозят от ваших желаний от ваших денег ну от всего а болезни еще сверху сигналит вам так алло почему ты в этом шаблоне так уверен почему ты за него держишься вот ту правду которую выбираете она всегда подтвердит вам ну ее получается если вы уверены что деньги только от работы приходят то этот шаблон матери материализуется конечно же и подтвердит вам что деньги не могут прийти ни от чего кроме работы потому что вы в этом уверены но стоит вам только поэкспериментировать не надо мне верить а просто взяли поэкспериментировали что вот а интересно могут ли ко мне деньги прийти другим способом я понаблюдаю ничего не делайте наблюдаете и вы офигеете от того что от вашего наблюдения деньги пришли другим способом а если вы еще попробуете заглянуть в прошлое увидеть приходили ли деньги или нет не от работы а каким-то другим способом в этом минимум сто пятьсот вариантов насчитаете когда они к вам приходили просто так вы же даже не обратили на это внимание не анализировали так почему вы тогда уверены что они только от работы а вы слепо верите в этот шаблон этот шаблон постоянно прокручивает реальность кадр за кадром вам реальность эту демонстрирует то есть вы можете выбрать любую правду хотя бы на неделю поэкспериментировать а почему у меня такое мнение на это мнение почему так решила что деньги приходят от работы а почему я так решил что сейчас не смогу там исполнить свои желания почему я решил что я не могу любовь свой найти 10 лет искал и еще там 10 лет не не найду с чего я так решил может быть завтра она меня ждет на повороте вот стоит только отпустить ситуацию все на повороте и машина ждет деньги и может быть новая работа и какая-то еще воплощенная классная реальность так спасибо про ответ в точку про печень лишний вес но вы на себя накладываете лишний вес по лишним весу то вообще отдельная тема очень много шаблонов шаблон даже банально то что от еды толстеют вот это шаблон так шаблон я не разрешаю себе есть а толстею почему-то еще больше и все равно верю что еды толстеет куча диет они не помогают плюс лишний вес когда вы очень много копите знаний хотите вы не цените себя пустым сосудом в который можно вместить очень много нового вы не хотите опустошаться вы не цените себя ну просто вот вот просто за то что я есть и все не цените вам нужно навешать на себя кучи мишуры то есть классную одежду стать умным стать красивым добиться цели кому-то что-то доказать выиграть там где-то еще что-то вот чем больше вы пытаетесь на себя вот этой мишуры и ценности навесить лишнего веса на себя придать потому что вы себя не цените без веса вот этого вот тем вот люди склонны лишнего веса да но не точно есть еще много шаблонов у меня есть три или четыре поста как раз про лишний вес и там в каждом посте разбираю разные шаблоны посмотрите там в ленте про лишний вес что-то еще хотел сказать прям важное это накопительство вот этих знаний и регалий накопительство важности накопительство и достижений каких-то то есть копите до своей жизни для того чтобы было за что себя любить и чтобы показать другим людям посмотрите какой я классно все от недостатка любви к себе вообще все приходит к тому что мы себя не любим настоящими любыми нам надо быть правильным идеальным с лишним весом так почему не отрастает свои волосы почему ломается какой шаблон затыкну спросите себя почему вы не хотите себя наблюдать длинными волосами мне нравится прикол мои подписчики все время в каждом эфире пишут этот прикол умные волосы умные волосы покидают глупую голову а глупые волосы покидают умную голову но в этом есть доля правды потому что умники они лысеют все да посмотрите на лысых умные очень а наш ум это наш враг чем больше ты умеешь тем больше шаблонов и программ на себя навешиваешь который тебя просто обездвиживают но я же умный я-то знаю а когда я знаю все туда дверь закрыта все что вы знаете а все она уже прожито но вы не дадите себе идти дальше не дадите себе новых возможностей потому что вы знаете и будете пытаться повторить вот это вот прошлое которое вам уже не нужно в новое не идете а в новом все желания в новом энергия в новом жизнь ваша она всегда в новом а вы зацикливаетесь на старом волосы покидают умную голову Наталья где вы хотите быть умной и для чего вы хотите быть умной почему в мою сторону не смотрят те мужчины которые мне интересны потому что вы на себя не смотрите вы должны себя в первую очередь полюбить и смотреть на себя с интересом а я интересна тем на которых я не хочу смотреть вот вам интересно видеть в себе какие-нибудь какашки до рассмотреть себе столько талантов не хотите вот как только начнете в себе рассматривать вот сейчас я по-другому скажу мы привыкли жить так чтобы наблюдать вокруг себя все плохое а хорошее мы не замечаем мы видим как наш код наложил мимо лотка допустим такой пример тупой и мы будем весь день ругать кота а то что он вам целый день столько радости и тепла принес мы вообще не заметим либо есть есть еще такая поговорка да в бочке меда мы увидим только ложку дегтя и все внимание на ней и вот вы говорите что мужчины на меня не смотрят которые мне интересны потому что вы не смотрите и не рассматриваете себя где вы можете быть интересной где вы классная вы вообще когда последний раз я хвалили когда себя благодарили когда вообще в себе какие-то таланты отыскивали посмотрите на себя какая вы классная но вы откапываете в себе самокопанием вот у меня волосы выпадают вот у меня нос кривой вот у меня зубы больные вот я вся разваливаюсь вот мне не хватает мозгов вот я такая хреновая то есть вы ходите себя костерите целыми днями это вот не только вот елена вам отвечает вообще про всех людей говорю я тоже такая же фокус внимания у нас постоянно на то ну чего вообще не нужно даже рассматривать а вот фокуса внимания какие мы классные нету а когда мы в себе не умеем рассматривать ничего так мы и в других людях этого не видим мы смотрим 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 видим в жопу короче так Лили что у тебя с летающей коровой она меня уже почти два года преследует я тоже не знаю летающая корова у меня постоянно как пример уже вот даже не два года три года всегда на ум она приходит надо с ней разобраться ну люблю я коров а возможно ли вообще жить без какой-либо программы нет конечно мы можем просто эти программы использовать себе на пользу нет ничего плохого и хорошего это зависит от того как мы это все используем программы программы шаблоны ограничения нам нужны люблю показывать на примере там кружки сейчас у меня блокнотик если бы я не ограничила бы эту форму то есть не сделала как творец да получается не сделала бы из молекул вот такую форму не ограничила бы пространство вот этой плотности у меня не было бы вот этого блокнота у меня не было бы ну вообще ничего не было если бы я из пустоты не ограничила бы форму моего тела у меня бы не было тела то есть мы все создаем ограничениями и в эти ограничения вписываем определенные правила как в каком-то веществе в какой-то форме любой не знаю все что создано природой или руками человека неважно чтобы было правило как должны быть в кристаллической решетке эти молекулы как они там должны двигаться то есть если мы это не будем как творцы делать ограничивать ставить какие-то правила мы не сможем творить создавать ничего мы без этого жить не можем все какие-то странные убеждения я хочу вот моя цель жизни рассоздать все шаблоны да вы просто разлетитесь в ничего в воздух и все и что жизни не будет никакой нам просто нужно учиться осознавать наши чувства наши шаблоны наши программы и делать из них талант то есть из недостатка делать талант из чувства которое нас тормозит останавливает кто-то говорит там сливает нашу энергию делать из него рассматривать его с другой стороны делать из него талант чтобы нас это двигало и наполняло нас энергией люблю это слово энергия сразу скажу в моем мире энергии нет мы ничего не можем ни слить ни напомниться это просто действие я так обозначаю действие либо мы двигаемся либо нет либо мы стоим на месте тормозим либо мы живем двигаемся то есть жизнь это же движение вот что нас останавливает от жизни что нас ведет смерть остановка и программы это движение наше просто нужно их осознавать вот например да что угодно возьмем сейчас программа никакая не приходит ну вот например контроль все бы сказали так я в жизни все контролирую нас это ограничивает да контроль это шаблон который нас ограничивает ну вообще во всем если мы пытаемся все сконтролировать в нашей жизни то ну очень много упустим возможности желаний и так далее то есть мы не даем поток утечить вот свободно свободно чтобы вот у нас быстро все организовалась наш контроль нас тормозит но если мы увидим в этом контроль и талант контролировать бесконтрольность тогда здесь все этот шаблон нам играет на пользу и эта крайность перестает быть крайностью нас тормозящий то есть контроль бесконтрольный бесконтрольность она контрольна допустим если бы мы не контролировали молекулы в кружке и кружка бы нахрен разлетелась если бы там не было определенного правила как они должны там эти молекулы двигаться правильно то есть мы бы не могли бы пользоваться этим великолепным созданием попить чай то есть нам контроль нужен то есть в зависимости как мы его используем точно также можем взять вот любой шаблон и осознать почему нас это тормозит и как его использовать себе в то чтобы нас это наоборот двигало ему как ракета там двигались так сегодня что-то у меня как не складывается эфир его переслушиваюсь даже не знаю буду сохранять или нет ужас какой-то как избавиться от синдрома отличницы но блин пока мы учим все жизнь проходит мимо нас делать выбор иванушка дурачок был в сказках самым богатым чуваком принцессу имел в прямом и переносном смысле и царство и коней и так далее потому что он был расслаблен и человек жил чувствами сердца у него все складывалось блин как надо наш ум нас вообще жестко ограничивает спасибо за комплименты так или реально молодеешь с каждым днем да это этот фильтр с блестками я тут ни при чем о чем проблема с кишечником первого вы не даете себе подпитку какую-то потому что кишечник это не только до переваривание пищи на желудке идет переваривание в кишечнике уже когда пища попадает первые эти волоски всасывают микро макроэлементы и несут по сосудикам в каждый орган питания где вы себя ограничиваете в питании в подпитке речь не про еду речь вас подпитывают радости вас подпитывает какое-то вдохновение всегда да и интерес где вы блокируете свой интерес скорее всего у вас жизнь разделилась на хочу и надо где надо у вас стоит на первом месте а вот ваши хотелки подавлены все проблемы с кишечником вы не можете переварить то что вы всегда выбираете то что надо но кому надо хрен его знает вы решили что мне это надо потому что так будет лучше другим людям о себе забыли скорее всего о себе забыли наше желание которое мы игнорируем это по-любому что мы себе забыли нашу семью пригласили друзья на встречу нового года но дети купили щенка у друзей новый год и они боятся что щенок напакостит а так хочется поехать с детьми и внуками как разрешить ситуацию так давайте вот на пару дней просто выпишите себе на листок вопрос для чего я хочу не ехать к этим своим друзьям с детьми с внуками тра-та-та для чего я хочу не ехать какие выгоды что мне мешает это второй вопрос первое какие выгоды ну там по любому есть выгоды выход выход выгоды щенок это просто понимаете такая отмазка щенок материализовался вашей реальности только для того чтобы вы могли на него съехать он как бы ни при чем понятное дело что он ну совсем тут не при делах при делах ваше желание не ехать есть прям какая-то вот штука из-за которой вы хотите не ехать что-то там вам мешает как только вы осознаете что и поймете абсурдность этой ситуации все разрешится вдруг вам позвонят и скажут слушая дай нам на новый год для детей поиграть щеночка мы так хотим там пару недель поиграть очень мечтали завести щенка но сначала нам нужно проверить либо второй вариант ваши гости говорят так берите щенка срочно мы передумали либо треть еще какой-то вариант которая даже в мыслях не у меня не у вас не складывается как-то все должно решиться но только после того как вы найдете вторичную выгоду не ехать плюс еще какие-то сомнения вас есть до вторичные выгоды это там не одно по-любому несколько сомневаетесь а ехать или не ехать а вдруг там много денег потратим либо еще что-то ну то есть вот такие вот какие-то вот маленькие штуки выпишите